Спасатель мужская профессия Так привыкла думать большинство людей Но вот уже два года этот стереотип рушит И приходит на помощь в самых непростых ситуациях Александра Зотова Девушка занимается поиском пропавших людей в городе и на природе Работает четвероногой напарницей Александра, здравствуйте Здравствуйте Первая собака в семье Александры Зотовой появилась, когда кинологией увлекся ее сын Другом и подопечным тогда стала австралийская овчарка Агу Собака послушно выполняла команды хозяина и показывала отличные результаты на занятиях Потом сын пошел учиться дальше Он педагог, работает с маленькими детьми И полностью ушел в учебу И на собаку у него времени не было И я стала возить вместо него собаку на тренировки Мне очень это нравилось, но я никогда не думала, что я тоже этим буду заниматься И тем не менее отказаться от партнерства с собакой уже не смогла Александра прошла обучение и стала профессиональным спасателем-поисковиком в отряде Химспаса В 2018 году был у меня первый поиск собакой Это была как раз первая моя собака, австралийская овчарка Ауси Зовут ее Агу И мы вышли на первый поиск И с тех пор каждый год выезжаем где-то около 20-30 поисков у нас Мы тогда искали дедушку в лесу У него, к сожалению, произошел инсульт Его тогда нашла другая группа Мы его эвакуировали из леса И, насколько я знаю, с ним сейчас все хорошо Агу живет дома у Александры И делит любовь хозяйки со своей молодой соседкой Бельгийской овчаркой Малинуа Жансаей Сработались мы быстро, потому что Фактически с рождения она у меня Я ее забрала в возрасте, наверное, меньше месяца и было Вот так вот И сразу начали ее тренировать под поиски людей Настоящая поисковая династия, только собачья Ее мама работает в Казанском поисково-спасательном отряде Ее бабушка работала в Казанском поисково-спасательном отряде То есть вот это такая вот внучка знаменитых родителей Эту собаку я уже специально готовила под поиск людей Под эти задачи И, в принципе, я уже знала, что он меня ждет Ее нужно постоянно ее занимать Ну, потому что, если не будешь работать с собакой Просто так, как бы, ну, ничего не выйдет Дисциплина и еще раз дисциплина Но, будучи собакой-поисковиком, Жансая должна постоянно тренировать выносливость И быть готовой к многочасовым поискам потерявшихся людей Спустя 15-20 минут нашей прогулки Собака стала намекать хозяйке на то, что было бы неплохо поработать Прямо сейчас среди этого густого леса Прячется человек, который решил стать нашим подопытным Александра даст собаке команду поиска Ну, а мы посмотрим затем, как Жансая выполнит свою работу Чтобы найти человека, собаке не нужна его вещь Достаточно просто почуять запах Ищи! Как только сигнал пойман, четвероногий поисковик бежит к цели Оповещая наставника громким лаем Человек найден Собака справилась с заданием за считанные минуты Но бывает иначе На поиски пропавшего порой уходит несколько часов Главное в эти моменты, говорит Александра Зотова, быть единым целым Слышать, понимать и чувствовать свою собаку Им так же, как и человеку, важно В итоге почувствовать, что они нужны, что их любят И мы тоже должны собаку все время любить Нельзя на нее сердиться, если она что-то делает не так Стараемся ее хвалить побольше, ругать поменьше На вопрос, хотела бы она что-то изменить в своей жизни Александра без раздумья отвечает Никогда и ни за что Если бы она могла представить, сколько радости ей принесет помощь другим То занялась бы спасением людей намного раньше Занимаясь любимым делом, чувствую себя очень счастливой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok